Не горит и не ломается. В Рязани запустили производство нового строительного утеплителя. В мае правительство утвердило стратегию развития промышленности стройматериалов на ближайшие пять лет с перспективой до 2030 года. Среди приоритетных задач повышение доступности строительных материалов на внутреннем рынке, увеличение экспорта российской продукции, развитие отечественной машиностроительной базы, а также разработка и внедрение новых технологий и материалов на базе научных институтов. Кстати, в лаборатории одного из них мы сейчас и находимся. Это ведущий научно-исследовательский центр России, который так и называется – строительство. Вообще, за последние годы зависимость нашего стройкомплекса от импортных материалов уже удалось снизить до 10%. Теперь нужно делать следующий шаг и переходить от количества к качеству. На неделе глава Минстрой Михаил Мень запустил в Рязани завод по производству плит утеплителя и жесткого пенополи-изоцианурата. Новый для России строительный материал впервые будет выпускаться в промышленных масштабах в нашей стране и использоваться в основном для утепления плоских и скатных кровель. С точки зрения импортозамещения это, безусловно, прорыв, потому что вот такие современные технологии в теплоизоляции кровель практически у нас впервые применяются. В большинстве случаев это каменная вата, но вот этот теплоизоляционный материал, он, конечно, более современный. Сама плита сделанная, она уже сделана с разуклонкой, что для кровель крайне важно. Потом важно, что этот материал выдерживает поступ человека, да, кровельщик, когда работает, он не вредит этому материалу. Плиты изоляции выдерживают нагрузку в 12 тонн на квадратный метр. При этом они достаточно легкие. Один кубометр весит всего 30 килограммов. Теплопроводность даже ниже, чем у воздуха, что позволяет существенно сократить толщину утеплителя. При воздействии огня материал длительное время выдерживает температуру в 1200 градусов. Материал не поддерживает горение. То есть при воздействии огня происходит погорание небольшого участка полимеров, которые там находятся, с образованием негорючей, коксующейся структуры, которая блокирует дальнейшее распространение пламени. Поэтому он не только теплый, но еще и безопасный материал. Изоцианат и полиол – основные химические вещества для производства пены. Главное – правильно смешать все ингредиенты. Сначала в динамическом миксере соединяют полиол, стабилизаторы и катализаторы. Перед подачей на конвейер в готовую смесь добавляют изоцианат. Происходит процесс вспенивания, после чего пена попадает в двухленточный конвейер, где пена приобретает те геометрические размеры, которые мы задали плите. Одна из главнейших реакций – реакция триммеризации, в которой изоцианат вступает в реакцию сам с собой и образует жесткую структуру самой пены. Пена по своей структуре напоминает соты. Состоит из множества закрытых ячеек, заполненных перманентным газом. Благодаря этому материал удерживает тепло и не пропускает влагу. Сейчас производственная линия загружена на 18%. Максимальная мощность – 30 миллионов квадратных метров теплоизоляции в год. Первый год, конечно же, это нереально – загрузить производство полностью. Но мы надеемся в течение ближайших 30-40 месяцев, то есть в течение трех лет, выйти на полную загрузку. Обстановка – это, конечно, центральный федеральный округ. Но мы надеемся, что продукт будет востребован, в том числе и в Сибири. Также мы надеемся на экспорт этого продукции в страны СНГ. На строительство завода в Рязани ушло два года и 1 миллиард 700 миллионов рублей. Производственная линия позволяет менять толщину плит от 10 миллиметров до 200. Прослужит такая изоляция как минимум четверть века.